По традиции 2017 год начался с недели родных языков. Ежегодная декада литератур пяти национальностей проходит в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Здесь заслуженные писатели и молодые авторы обсуждали новинки прозы, поэзии и изменения в литературной жизни за последние несколько лет, а все желающие могли ознакомиться с книжными экспозициями. Не будет языка, не будет ни народа, мы все это прекрасно знаем и говорим о том, что сегодня много делается у нас в Республике для сохранения родного языка. Одним из ярких событий в культурной жизни Карачаева-Черкесии в уходящем году без преувеличения можно назвать выставку художников Юга России под названием «Азьесм», где были представлены более 100 произведений живописи, пейзажи, портреты, натюрморты, авангард. 90 художников, в том числе и молодые авторы, дали возможность зрителям прикоснуться к высокому искусству. Великолепный зал, мы первый раз здесь, выставка получилась богатая, красивая, она такая разная, столько художников представлены, настолько она разнообразная в техниках, в тематике, но ее объединяет вот эта, знаете, любовь к природе, любовь к жизни, любовь к человеку. Подводя итоги года, невозможно не вспомнить грандиозный концерт в Кремле в честь 25-летия двух республик-юбиляров Карачаева-Черкесии и Ингушетии. Концерт стал одним из главных культурных событий двух прадских регионов. Гостями праздника стали порядка 7 тысяч человек. А перед концертом глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов презентовал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко экспозицию социально-экономического и культурного потенциала республики. В зале собрались представители всех федеральных органов власти, выходцы из Карачаева-Черкесии, работающие в Москве, представители землячеств и национальных общественных организаций, видные деятели республики. Конечно же, я хотел бы много рассказать о своей родной республике, которую я считаю самой красивой, самой лучшей. Я хотел бы поблагодарить всех жителей нашей республики, которые сделали огромный, внесли огромный вклад в развитие и становление молодой Карачаево-Черкесской республики. И, конечно же, хочется, чтобы на сегодняшний день мы вместе с республикой Ингушетии не только находились на этой сцене, а также продолжали быть таким форкурством нашей великой страны вместе со всеми республиками Северного Кавказа, нашим южным таким рубежом. В конце года вспоминаются и победы творческих коллективов в различных конкурсах. Например, детский хореографический ансамбль «Кавказ» завоевал титул победителя в одном из самых масштабных конкурсов «Земля талантов». Как ожидается, таких побед в копилке региона в скором времени станет ещё больше. Поспособствует этому возрождение культуры на селе через строительство домов культуры. В 2017 году в Карачаево-Черкесии активно шли работы по реконструкции сразу 12 таких домов. Очаги культуры возводят и реконструируют благодаря реализации двух федеральных целевых программ. Устойчивое развитие сельских территорий и развитие туризма и культуры в Российской Федерации. Контроль за ходом строительных работ самый строгий. Ход строительства дома культуры в ауле «Псыш» посетила делегация, в числе которых был представитель Минкульта России Александр Москалёв. «Проект на самом деле достойный. Качество отделки и строительства следят, контролируют. И каждый рубль из средств федерального бюджета направлены именно на то, чтобы поддержать республику. И каждая копеечка здесь освоена в полном объёме». Стать ещё ближе к творчеству и искусству в этом году был шанс у многих жителей Карачаева-Черкесии. Республика присоединилась к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», объединившей живопись, музыку, поэзию, хореографию и театр. На протяжении двух дней во всех городах и районах республики собиралась вся творческая интеллигенция. А в библиотеке имени Халимат Байрамоковой собрались ценители искусства, поэты, как любители, так и профессионалы, артисты и студенты. «Мы постарались в это мероприятие вместить весь спектр вот этих событий, которые у нас в октябре, в ноябре. И фильм есть посвященный Октябрьской эволюции, и фильм посвященный Карачаева-Черкесии. Хорошая музыка будет звучать, песня на стихи Джумуладина Лагучева. То есть программа будет очень насыщенная, обширная». Что касается театральной жизни, в этом году на гастроли приезжали как артисты московских труп, так и театры из соседних регионов. Наши актёры также радовали театралов республики новыми постановками. К концу этого года постановка Черкесского театра «Великан и украденный огонь» выиграла грант Министерства культуры Российской Федерации по поддержке современной драматургии. А вот русский драматический тоже получил денежную премию в этом году. Постановка «Куклы» по пьесе «Хосейн Таграу» выиграла грант главы Карачаева-Черкесии в области театрального искусства. Кстати, русскому театру в 2017-м исполнилось 90-м. Сегодня в театре трудится 19 актёров, каждый из которых разве навсегда полюбил сцену и не может представить свою жизнь без любимых ролей, оваций зрителей и упорных репетиций. Дело не в том, что сколько театру. Дело в том, что что такое, с чем пришёл театр к 90-м годам. Вы знаете, есть такая расхозная фраза, говорят, мудрость приходит со старостью, а бывает иногда, что старость сама приходит, без мудрости. Так что я думаю, что мы соответствуем нашему возрасту. Свой юбилей в этом году отметил ещё один коллектив. Государственному театру танца Карачаева-Черкесии исполнилось 10 лет. Этот коллектив сегодня является визитной карточкой республики. Круглую дату коллектив отметил грандиозным концертом в драмтеатре города Черкеска, в котором приняли участие именитые творческие коллективы из соседних регионов. 2017 год был наполнен массой культурных событий, которые, несомненно, надолго останутся в памяти жителей и гостей региона. И, конечно, в 2018 году республиканские театры, творческие коллективы и исполнители сделают всё, чтобы вновь порадовать своего зрителя новыми постановками, песнями, танцами и выставками. Редактор субтитров А.Семкин